Виктор Азаров также стал гостем прямого эфира Первого Мытищинского в рамках программы «Диалог с властью». Глава округа рассказал о том, как в Мытищах реализуется президентский проект «Современная школа», о благоустройстве, ремонте дорог и других переменах. Напомним, в конце августа в округе заложили капсулы времени в местах строительства трех новых школ в микрорайоне 25А, у школы номер 6 и на территории жилого комплекса «Императорские Мытищи». 1 сентября новую школу на 600 детей открыли в деревне Болтино. Необходимость в строительстве новых учебных заведений остается. В частности, на эфир поступило много вопросов от жителей микрорайона «Дружба» касательно 12-й школы. Буквально в этом году получили все необходимые согласовательные процедуры, поэтому на следующий год мы закладываем первые так называемые проектные изыскательные работы с выходом под экспертизу. И в последующий год уже к СМР. Там пристройка небольшая, я думаю, что в течение полутора-двух лет мы ее построим. То есть 23-й год примерно, чтобы уже знать четкий ответ, что говорите? Все-таки надо быть более корректным, наверное, в середине 24-го года. Так вот, если по всей технологии посмотреть. Также затронули тему здравоохранения. В этом году по поручению губернатора и в рамках нацпроектов ремонтируется два инфекционных отделения и подстанция скорой медицинской помощи. В медицинские учреждения поступает современное и необходимое оборудование, новые автомобили. В поселке Пироговский построят комплексную поликлинику для взрослых и детей на 200 посещений в смену. Сроки сдачи объекта – 2023 год. В сентябре сдать в эксплуатацию планируют новую поликлинику с женской консультацией в жилом комплексе Ярославский. Посещать ее смогут более 35 тысяч мытищенцев. Также в этом году перемены коснулись жителей 23 дворов. Там обновляют детские площадки. Ремонтируются дороги. Уже привели в порядок почти 17 километров. Решается проблема пробок. Основной акцент Виктор Азаров сделал на праздновании Дня округа и поблагодарил горожан за их активность. Я хочу сказать, что в этом году мы неплохо поработали. И обсуждая тот же праздник День города, мы не только пришли к нему в праздничные мероприятия, но и конкретными результатами. У нас есть определенные успехи и в социальной политике. Появились новые школы, новые дошкольные учреждения. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех мытищенцев, потому что сегодня вся программа работы администрации, она формируется в основном, исходя из запросов наших жителей. Исходя из потребностей. Естественно, хочется больше, ресурс ограничен. Но зачастую жители это понимают и голосуют, правильно голосуют. Город наш, он и старый город уже имеет историю, хорошую историю, богатую историю. Но в то же время и молодой город. Новые микрорайоны, новые жители. Мы прирастаем, с каждым годом прирастаем. Но справедливо все не сказали. Город комфортный, чистый, ухоженный. Во время эфира поступило порядка 10 звонков. Телезрители получат ответы в письменной форме. Полную версию программы вы сможете посмотреть на сайте первого мытищенского в разделе «Диалог с главой округа». Напоминаем, мы открыты к разговору и за обратную связь. Если говорить на перспективу, то, конечно, начиная с осени, как все большие телеканалы, мы тоже будем заниматься ребрендингом и запускать новые проекты. Будем много анонсировать тех изменений, которые впереди нас ждут. И мы очень хотим, чтобы жители откликнулись. Потому что все, что мы делаем, это, конечно же, для наших телезрителей, для наших жителей городского округа. А жители нашего округа интересуют буквально все. От здравоохранения образования до дорог, до переселения из ветхого жилья. В общем, все эти темы на поверхности нам и сегодня звонят. Но мы надеемся, что еще более активно эта связь будет выстраиваться, чтобы эта обратная связь и вот этот диалог с жителями, он все-таки состоялся. Мы открыты к нему и приглашаем всех наших телезрителей тоже нам помогать, делать новости интересными и рассказывать о нашем городе с такой, скажем так, телезрительской точки зрения.